Приветствую вас. Прочитал ваш текст, ваш запрос. Давайте мы с вами будем разбираться в том, что вы написали и постараемся выработать некую общую стратегию того, что делать, дабы ситуацию исправить, как вы говорите. Итак, пожалуй, первое, с чего стоит начать, это с того, что вы как-то весьма странно начинаете свой вопрос. Второе, что бросается в глаза, это то, что вы говорите о других, то есть вы говорите, меня перестали замечать. То есть некие люди вас перестали замечать, некие люди. То есть получается, по факту вы зависите от этих людей. По факту, получается, что вы зависите от них, вы зависите от того, что они, ну, например, например, думают о вас, например, вы зависите от того, что они дают вам, вы зависите от них в плане, ну, возможно, своего самочувствия, в плане своего состояния и так далее. На самом деле, в этом кроется такая деструктивная модель поведения, да, и отношения. Потому что не люди перестали вас, потому что не люди перестали вас внушать, а вы перестали быть для людей интересными, интересными. И, скорее всего, раньше вы были для людей интересными только, вот, собственно, внешностью, а больше ничего нет, не было у вас. А сейчас с вашей внешностью, с вашим внешним образом, возможно, что-то произошло, и вы потеряли свой способ получать внимание, способ добиваться внимания. Потому что вы потеряли этот способ, и нового способа вы, судя по всему, не приобрели. Нового способа у вас, судя по всему, не появилось. Вот поэтому вы и перестали быть интересными. То есть не нужно думать, что люди перестали вас внушать. Вы просто перестали быть для людей интересными. Дальше. Я симпатичная, эффектная девушка, и это меня спасало, пишите вы. Спасало от чего? То есть, если вас что-то спасает, значит, вы жертва. А если вы жертва, значит, вы за себя ответственность не несёте. Если вы не несёте ответственность за себя, значит, вы не контролируете свою жизнь. Если вы не контролируете свою жизнь, значит, это делает за вас кто-то другой. Вот и возникает вопрос. Кто контролирует вашу жизнь? И какие рычаги контроля используют? По какой причине у вас нет контроля своей жизни? Почитайте про треугольник Карпмана или треугольник судьбы. Я думаю, что в нём, в этом треугольнике судьбы, вы найдёте свой психологический портрет от счастья, с позициями жертвы, и вам необходимо будет определить, что за выгоду вы получаете из этого состояния. Вы пишите, я всегда стремилась к совершенству, уделяла много внимания внешности и одежде. Опять же, опять же, вопрос, по какой причине так? По какой причине вы уделяли много внимания внешности и одежде? Откуда это стремление к совершенству? Только оттуда. О чём вы пишите сами? Что, вы себя недостаточно любите или вечно что-то пытаетесь исправить? Понимаете? Понимаете? Если вы себя недостаточно любите, значит, вы себя до конца не принимаете. Если вы себя до конца такой, какая вы есть, не принимаете, значит, вы не можете строить полноценных отношений с людьми, которые вас окружают. То есть, у вас есть внутренняя установка, что я, то бишь, вы минус, я плохая, я недостойная, я в себе сомневаюсь, и единственный способ мне чувствовать себя хорошо, это стремиться к совершенству во внешности. И ориентируясь на внимание других людей, понимать, что я на правильном пути и тем самым чувствовать себя значимыми. Понимаете? Ну, совершенно очевидно, что, вы знаете, я могу ошибаться, конечно, но мне видится такая история, что ваш отец, такой, знаете, отстранённый мужчина, который не обращал на вас внимания, и мама, которая либо полностью, полностью как бы капитулировала перед ним, да, то есть полностью подчинялась ему и, соответственно, в том числе стимулировала и вас, либо наоборот, значит, подчинялась ему, но с вами вела себя очень жёстко. Вот так мне видится ситуация. Возможно, оба родителя у вас были отстранены и оба родителя стимулировали вас к тому, чтобы, ну, уделять внешности много внимания. Дальше, вам нужно, вот, немножечко так, из экзистенциальной психологии, да, что есть одежда, что есть внешность, что есть главное в человеке, вот, на это вот всё нужно обратить внимание. Ладно, я не буду здесь читать вам лекции по этому поводу, но, тем не менее, да, то есть, вот, свою систему ценностей нужно вам определить, знаете, потому что, какой бы яркой и эффектной вы не были, но внешность она меняется. Если человеку, то бишь, вам из того, что есть предложить, имеет место только это, то с людьми у вас очень-очень-очень ограниченный контакт будет, безусловно. То есть, я всегда стремился к совершенству, для чего? Понимаете? Ведь я уверен, что не для себя. Не для себя вы это делали. Понимаете? Почему не для себя? Потому что, если бы для себя, то вы бы понимали, что, совершенно нет, вы бы знали, когда остановиться, вы бы знали, где остановиться, вы бы нашли свой образ и использовали бы этот образ, ну, для жизни. А вы, судя по всему, просто старались быть идеальны. А идеальны быть нельзя. Я замужем 7 лет. Смужем проблемы, а именно, нехватка внимания. Здесь, Светлана, тоже не очень понятно. То есть, замужем вы 7 лет. Какая история брака? Есть ли у вас дети? Какие отношения? Что вас связывает? Когда начались проблемы? Какого рода проблемы? Нехватка внимания кого-кому. То есть, если вам не хватает внимания мужа, то, с одной стороны, как это отображается у вас? И, с другой стороны, какой у мужа мотив и стимул, ну, вот, собственно, давать вам внимание, понимаете? То есть, какой вы себя чувствуете, это, пожалуй, ключевой вопрос, какой вы себя чувствуете, когда не получаете внимания? Понимаете ли вы, что, не чувствуя внимания, вы видите себя одинокой, ненужной, да? Только потому, что, помимо этого, то есть, помимо внимания и активности других людей, своей собственной ценности в себе личностной вы не ощущаете. Отсюда все ваши контакты, это контакты, скорее всего, завязанные на внешности, на симпатии к внешности, и, соответственно, возможно, на, знаете, на том, что вы пытаетесь там, ну, внимание кого-то, да, обратить на себя. Вот. Это, это так. Так, полгода назад начало происходить непонятно, и люди перестали меня просто замечать. Ну, очевидно, что нужно анализировать более подробно, да, что именно произошло полгода назад. Значит, соответственно, вы сейчас не видите, не видите вы того, что случилось, но я все же думаю, что есть какие-то обстоятельства, которые повлекли за собой вот то, что произошло. Ну, во-первых, я думаю, что ваше замужество, оно сыграло свою роль в этом. Я думаю, что будучи замужем, будучи замужем, вы, ну, теряли вот образ такой вот яркой, эффектной девушки, несмотря на то, что, ну, пытаетесь ей быть, понимаете. А с учетом того, что у вас позиция такая, что моя эффектность меня спасает, да, вы не привыкли полагаться в жизни ни на что, кроме своей внешности. И когда вы потеряли немножко привлекательность, ну, по тем или иным причинам, да, заболели, там, от переживаний, может быть, мы уже ссорились, может быть, еще что-то произошло, то людям вы стали неинтересны. А по-другому как себя вести, вы не знаете. И если раньше вас, ваша внешность спасала, то сейчас она уже не спасает. И из-за этого вы оказались там, где вы всегда и были. Просто вы этого не замечали. А именно вы оказались без внимания наедине сама с собой. И вот проблема взял в том, что из-за того, что вам некомфортно самой собой, да, из-за того, что вам некомфортно наедине с собой, вы нуждаетесь в людях. Вы нуждаетесь в людях других. А люди в вас не нуждаются, потому что вы им ничего предложить, кроме своей внешности, не можете. Ценности больше, наверное, никакой нет. Понимаете? Так, значит, полгода назад происходить непонятно. Ну, опять же, да, нужно анализировать. Люди перестали меня просто замечать. А должны, Светлана, они должны вас замечать, но перестали замечать. И что? И что? Что конкретно изменилось у вас в мире ощущений себя? Значит, я сейчас говорю о мужчинах и женщинах, где бы я ни была, если я с папой, всегда смотрят и говорят только с ней. Ну, это означает, что либо вас избегают, да, либо вы неприятны, либо вы, собственно говоря, действительно пустыми. Если честно, я думаю, что вы просто не привыкли сами к своей активности. То есть вы не привыкли самостоятельно быть активными. Для того, что вы пользовались своей внешностью, вы не привыкли по-другому завоевывать внимание людей. Не привыкли ставить, например, себя, не привыкли, как бы, контролировать процесс общения. Не привыкли, возможно, возможно, иметь свою позицию, ну, просто вот в разговорах. И, собственно, модель поведения, модель общения в этом направлении у вас тоже не прописана. И поэтому вы, собственно, и не знаете, что вам делать. По этой причине, ну, как это видится мне, пока что. Дальше, значит, так, я не имею в виду одного и того же человека. Даже в магазине покупаю я, продаётся, отвечает себе. Или, например, на курсах моих стоит группа из трёх человек, преподаватель смотрит и говорит, что только с двумя я, словно невидимка, меня нет. А что вы делаете, чтобы заинтересовать мнение, чтобы заинтересовать людей? Вот конкретно. Да? Что вы делаете? И для чего вам это нужно? То есть, как это у вас происходит? Вы занимаетесь тем, что вам нужно, тем, что вам нравится, тем, что вам интересно. И, как бы, разделяете людей по своим взглядам, по своим, значит, ну, предпочтениям, да? Ну, короче говоря, единомышленники. Или вы просто гонитесь за мнением, за вниманием людей, делая при этом всё, что угодно. Вот, например, вы говорите, что на курсах стоит группа. То есть, вы пошли на курсы. Для чего вы пошли на курсы? Понимаете? То есть, в теории, в теории, вы можете освоить, ну, какие-то приёмы, да, по манипулированию людьми, приёмы по обращению на себя внимания, возможно. В теории, вы можете быть более, скажем так, привлекательны для мужчин, да, вы можете вызывать больше резонанс у женщин, вот. Но всё это будет, скорее всего, лучше, всё это будет, скорее всего, фикция, только именно по той простой причине, что... Ну, вы и сами понимаете, что эти люди покупаются как бы на вашу внешнюю сторону. А внутри-то вы где? Понимаете? Внутри-то вы где? И вот, что особенно показательно в этой ситуации, это то, как вы справляетесь с тем, что муж не обращает на вас внимания. Я пока буду говорить так. Как вы справляетесь с этим? То есть, вот как вы выходите из этой ситуации, и какой результат выхода из этой ситуации, такой результат будет и соответственно с другими людьми, да? То есть, у вас в будущем проблемы, но вы ничего не делаете, чтобы эти проблемы как-то разрешить, да? Вы, ну, например, не работаете над отношениями, по крайней мере, вы ничего об этом не писали. Вы не пробуете находить с мужем новые точки соприкосновения, по крайней мере, об этом вы не писали. Вы ничего не рассказываете о характере своих отношений с мужем. Понимаете, это ваш муж, это человек, с которым вы, по сути, ну, по идее, проводите большую часть своего времени, да? Это самый близкий человек вам. И естественно, что с этим человеком у вас должно быть что-то общее. А что общее у вас с ним? Кроме внешности, кроме внешности, я уверен, вы очень красивые люди. Кроме внешности, что у вас ещё есть? Общее. Скорее всего, ничего. А почему ничего? Потому что у вас самой какие интересы. Понимаете? Вот об этом я и хочу вам сказать. Дальше. Если раньше я утешал от себя мыслью, что это ничего страшного, то сейчас это стало меня пугать. Так. Вы пишите. Я стал утешать себя мыслью, что это ничего страшного. Тут, конечно, сразу идёт несколько пунктов, да? Во-первых, я себя утешала. То есть утешала, это значит успокаивала, да? Успокаивала, пыталась отвлечь и так далее. Это избегание. Это модель, защитная модель поведения, называемая избегание. То есть человек избегает того, значит, что он считает серьёзной трудностью, например. И, соответственно, в результате этого на какое-то время человек успокаивается, но живёт постоянной тревожностью. Потому что проблема не решена. И здесь можно говорить о том, насколько вы хорошо знаете свои чувства, насколько вы хорошо их идентифицируете, свои чувства, насколько вы, ну, скажем так, знаете себя. Потому что, как бы, вы себя утешаете, да, вы говорите, что это ничего страшного, это, кстати, обесценивание тоже один из механизмов защиты. Но ведь по сути-то ничего не меняется, да? Дальше, значит, сейчас это стало меня пугать. Во-первых, с какого момента вас началось это пугать, какую значимость вы вкладываете во внимание, раз вас это пугает. И чем для вас это так страшно? Тем, что вы ничего не значите. Я понимаю. Но если вы чувствуете, что ничего не значите, если вы чувствуете, что вы невидимка, так, может быть, стоит самой уже что-то брать и делать. И делать не для людей, а для себя? Как вы думаете? Тогда внимание людей будет, может быть, меньше по количеству, но лучше по качеству. И тогда в людях вы будете нуждаться куда меньше, чем сейчас. Я не знаю, почему так происходит, хотя, наверное, потому что я себя недостаточно люблю или вечно что-то пытаюсь исправить. Ну, про отсутствие любви к себе я уже сказал, повторяйте, что я, наверное, здесь смысла не вижу. А вот то, что касается того, что вы пытаетесь, постоянно пытаетесь исправить что-то, это очень интересно. Понимаете, если вы совершаете какую-то ошибку, да, если вы поступаете как-то неправильно или, допустим, ну, делаете что-то, что, опять же, идентифицируете как что-то плохое, то вы просто берете и исправляете. Как исправляете, да, то есть, либо делаете для себя выводы и обещаете себе больше так не делать, либо понимаете, для чего вы это делаете и признаете факт этого желания, либо вы убираете, ну, скажем, весь негативный эффект от того, что вы сделали. Если после этих трёх вариантов, трёх моментов вина не уходит, значит, её как бы корни, они лежат несколько глубже и связаны, связаны они опять же с тем, как вы себя воспринимаете, связаны они с тем, как вы к себе относитесь и, скорее всего, с тем, что вам говорили, что вам внушили ваши родители. Вот. Но такой формулировки, как пытаюсь исправить, человек не употребляет. Если он действительно хочет что-то исправить, он берёт и исправляет. А то, что вы пытаетесь исправить, по сути дела, обозначает, что вы всегда чувствуете себя виноватой. А это, в свою очередь, значит, что вам нужно чувствовать себя виноватой, в этом вы чувствуете некое успокоение, болезненное успокоение, которое стимулирует вас к тому, чтобы стремиться к совершенству и тем самым обеспечивая вам некую безопасность вашей жизни. Вашего жизненного пути. Вот. Ну, согласитесь, это весьма и весьма посредственная позиция, потому что, ну, она означает, что вы всегда оставите себя ниже других. Она означает, что вы всегда кому-то что-то пытаетесь доказать, что не является чем-то хорошим. И она означает, что вы всегда в напряжении, всегда пытаетесь контролировать себя и, по сути дела, ну, не можете вы быть сами собой. И, кстати, это одна из причин, по которой люди не обращают на вас внимание. Вы не являетесь сами собой. Вы не ведете себя естественно. То есть, нет в вашем поведении спонтанности, нет в вашем поведении чего-то индивидуального, чего-то уникального, что-то именно лично вашего. Если вы стараетесь обратить внимание на себя людей, да, то, и если предположить, что за 7 лет брака ваша яркость и эффектность немножечко, ну, скажем так, потускнела. Что, по сути, то, что видят люди, да, ну, то, что они видят, эти люди, они видят просто среднестатистическую женщину, одетую абсолютно безвкусно, да, то есть, ну, стандартно. Даже не безвкусно, а стандартно, одетую абсолютно стандартно и никак себя не проявляющую, по сути. Вот. Вот так люди видят вас со стороны. И, естественно, что эти люди не знают, что вы хотите их внимание. Вы для них выглядите, скорее всего, высокомерными, скорее всего, такой, слишком неприступной, слишком закрытой, слишком себе, может быть. Вот. И обычно от таких людей сторонятся. Это да. Дальше. А, значит, я, так, я не знаю, почему так происходит. Происходит что? Что вас стало пугать? Или что ваши утешения перестали помогать? Что именно происходит? Дальше. Вы пишете, помогите понять и исправить ситуацию. Ну, а, что касается понимания, я надеюсь, вам что-то дал из того, что поможет ситуацию понять. А вот что касается исправления, то здесь мне бы хотелось задать вопрос вам. Вот вы, Светлана, пришли к нам на ресурс. Задаете вопрос на форуме, да, на сайте. Как вы считаете, мы можем вам помочь ситуацию исправить? Как? Какие средства есть в нашем распоряжении? В нашем распоряжении есть только два средства. Первое – это индивидуальная работа, психологическая консультация, психотерапия, да? И второй способ – это книги. Это книги. Вот то, что касается книг, я рекомендую Федерико Первым за практикум по гештальтерапии. Почитайте. Поработайте со своими чувствами. Там есть упражнения, они вам помогут. Это то, что касается, вот, собственной книги. Ну, это и все. А дальше и дальше нужна работа с вами. Работа по изменению отношений к себе. Работа по формированию вашего своенностного аппарата. Работа по проработке детско-родительских отношений. Понимаете? Работа по формированию женской модели поведения. Работа по принятию себя. Себя. Понимаете? И вот это, по сути, тоже, что мы можем для вас сделать. Можно ли это сделать в рамках одного ответа? Нет, нельзя. Я могу вам сейчас дать одно упражнение, которое, надеюсь, станет отправным таким моментом в вашем становлении. Упражнение звучит следующим образом. Вы пишете, что вы себя не любите, значит, вы считаете, что чего-то у вас быть не должно. Вот и подумайте, чего именно у вас не должно быть и по какой причине. То есть, за какие черты, за какие свои характеристики вы себя не любите, то есть считаете, что их не должно быть и откуда у вас это убеждение. Вот. Подумайте. Подумайте об этом. Подумайте. И, собственно, вот пусть это станет началом. Пусть это станет первым шагом к тому, чтобы вам, наконец, вырваться из этого круга, из этого треугольника Карпена, в котором вы оказались. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Хочу заметить, что вы свой текст написали достаточно сбивчиво, без подробностей. И такое ощущение у меня сложилось, что вы не очень-то, ну, либо вы не очень верите в то, что мы вам здесь поможем, либо вы уже решили для себя, что будете делать и просто хотите найти подтверждение своим мыслям, да, своим каким-то решениям. Либо вы, ну, просто не хотите тратить время на то, чтобы раскрывать все подробности и все детали. Это очень печально, потому что если вы не готовы работать, если вы не готовы раскрываться, если вы не готовы инвестировать в себя, то результат будет крайне маленький. И вопрос, на котором я бы хотел завершить свой ответ, будет звучать так. Каких вы хотите отношений с людьми? Подробимся. Каких вы хотите отношений с людьми? И откуда у вас это желание? Ваше ли оно? Ну, а на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! До встречи!